Друзья, только вчера я был в Переславле И вот остался фотоснимок, вы видели его на экране Рубашка еще пахнет костром И поскольку есть еще полно этих впечатлений от прогулок по городу, по окрестностям города То сейчас хочется, пока это все помнится, попытаться воскресить настроение на холсте Причем, как вот рассуждают опытные пленэристы Они говорят, что пусть в картине хотя бы 20% будет пленэра И я с ними согласен, не всегда удается все взять с натуры Частично мы дописываем и в мастерских наши работы натурные Но если в картине хотя бы 20% работы с натурой есть Это уже более живая картина, чем наоборот Поскольку я очень хорошо помню настроение, в котором все это было Я вот сейчас, на следующий день после прогулок буду писать эту картиночку Видите, сейчас на фотографии нет даже облаков Даже облаков нет, есть только белесость у линии горизонта Ну а все было с облаченниками, с какими-то розоватостями И все это было с розоватостями И весенняя травка была очень нарядной И это мы все сейчас попытаемся передать Итак, вы помните, что пленэры можно начинать через синие-голубые краски Поскольку цвет неба рефлексы дает на все Поэтому все может быть начато через вот эти цветики А дальше уже расцветнить теплыми Так, во всяком случае, можно писать пленэ Если старинная живопись писалась через теплые краски Уходя к холодным То импрессионисты изобрели другой способ изображения Через, ну поскольку они в основном на натуре были, на воздухе описали Многие из них начинали по новой схеме По изобретенной ими новой схеме Когда синий каркас Вот этого, цвет воздуха Создавал настроение воздуха Полностью избавляемся от белого Так, сейчас-сейчас-сейчас-сейчас Березоненький, наверное, чуть-чуть подложу Так, теперь, когда мы заполнили Заполнили все пространство В данном случае я взял голубой УФЦ Все пространство заполнили Некоторая рябь штриха может остаться Она создает некий ритм Некий ритм Как правило, это некий косой ритм Как бы уходящий в перспективу Как шторочка То есть здесь штрихочки уклоняются туда, к линии горизонта То есть общая идея штриха может быть такой Сверху чуть, а не вертикальнее К низу все горизонтальнее И вот такая рябь-рябь-рябь К линии горизонта Березовенький добавим Был он там Чуть-чуть разбеленней Можно с желтеньким К линии горизонта Которая будет где-то в середине Березовенькость неба Обогатит В цвете Тем более, что там что-то подобное было Опять эту идею коротенького штриха Рябь-рябь-штрешочков Формат я взял, вы видите 60 на 80 То есть он ни большой, ни маленький На самом деле очень удобный формат В том смысле, что размер штриха Позволяет развернуться С другой стороны, не так долго Укладывать краску Все-таки Довольно быстро происходит набор На маленьких форматах Немножко трудновато работать Поэтому не советую вам Если вы еще совсем новичок Браться за маленькие форматы Наоборот Приучите себя Поразмахивать крыльями Дальше у нас с вами Даль С монастырским комплексом Он несколько заслонит Линию середины Даль Всегда голубит Она не только голубит Но еще и синит Поэтому Ультрамарин Очень подойдет Как подходящий цвет Близко к середине Вы видите На фотографии Чуть смещен влево Один храм стоит И колоколинка Спустя Расстояние Почти равное храму Этот же Вы можете увидеть В Переславле И приехать на это же место Это выезд Из Переславля По озеру То есть Вот Переславль Сейчас Озеро вот такое Дорога приходит В Переславль И идет в Ярославль Вот здесь Расположился Город Вот озеро Кругленькое Такое Вот Переславль Трасса Через него Проходит И вот На выезде Отсюда Вот это Вот здесь Вот этот монастырь Стоит На холме А за ним уже Озеро Вот по этой дороге Если вы будете выезжать Вы Столкнетесь С этим видом И там много площадок Где можно встать и писать Вы сами видите Трава и прочее Так что приезжайте Вот на эту точечку Пописать Так И домики Домики Деревца Даже деревца Мы сначала Наберем С синюшечкой Там вы видите Ранняя весна Поэтому Все немножко Синит А Поэтому Зелень еще Совсем юная И синьки будет Довольно много В подкладке Вот Смотрите Кисть Толкань Лежит абсолютно К холсту И вот такое Легкое толкание Создает Сразу Ощущение множества Без труда Ощущение множества Этого Этих деревцев Рождается Дальше Поля Углубление Местность Прогнулась Перед Монастырем Синий каркас Синий каркас рисунка Он очень сильно Выручает Но Если мы Не точно Что-то наберем Мы Легко поправим Потому что Достаточно Будет Просто Сбрить краску И подбелить То место Которое Получилось Не точно Поэтому Практически Как карандашный Рисунок Создаем Рисунок Создаем Рисунок Монастырского Комплекса Видите Окраску Беру По соседству Темненькую Трубы Какие-то Пальцем Можно Краску Подвигать И вы видите Она Готова Передвинуться Это только Масло Позволяет Так с собой Обходиться Поэтому Это явное Преимущество Масляной Живописи На колоколе Вот эти Бойнички Вы видите Как бы Немножко Рябоватый Рисунок То есть Я не тороплюсь Рисовать Очертания В большей степени Занят Пятном Как пятном А не как Очертания У вас У новобранцев В живописи Есть большое Желание Тут же Нарисовать Линейный Каркас Как правило Вы категорически С ним Не справляетесь Но усердно Рисуйте Линейный Каркас Рисуйте От пятна Смотрите Как удобно Работать От пятна Рисуйте Само темное Пятнышко А не Линейный Каркас Этого Пятнышка Вы все равно Не попадете Линейно Не попадаете Поэтому Лучше Сделайте От пятна Больше шансов Что это будет Точно Чем 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 От линейного Рисунка Вот видите Пятно 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 Как будто Некоторая Пиксельность Изображения Появляется То есть Не точность Изображения Но По Соразмерностям Стараюсь Быть Максимально Близким А по Соразмерностям Быть близким Легче Когда Ты работаешь От пятна Это нормальный Ход Мысли Для Живописи Это не то Что я тут Изобрел От пятна Вот И для Новичка Он Сподручнее Хотя Вы Делайте Обычно Стремитесь Сделать Наоборот Поэтому Усмиритесь До Пятнового Изображения Нежели Линейного Так Относительно Предметы Относительно Друг друга Должны быть Выстроены Максимально Точно Соразмерность Должна Проявиться То есть Можете Даже Дома Сделать Предварительную Подготовочку То есть Еще прежде Чем поехал Вот Вы допустим Выбрали Что Поеду Вот на это место Сделайте Может быть Даже сначала Вот эту Синюю Подкладку С более Или менее Точным Рисунком Потому что На пленере Глаза Разбегутся Тут Вы попали А так Вы успеете Дома Более Или менее Распределить Рисунок И прямо С сырой Краской Можно ехать И писать Домички 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 Очень много Со времен Импрессионистов Очень много Художников Работает По этой схеме Синий Каркас Картины Создает Часто Художники Имея большой опыт Синий Каркас Делают В процессе Подкладывая Синий В теневые А сначала Разбивая По цвету Но поскольку Вы В цвете Будете Прихрамывать То лучше Вот Наберите 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 Сам рисунок То есть Степень темности У вас У этого Синего Должен быть Такой же Как на том Материале С которого Вы работаете На натуре Или То есть Степень темности Такая же Заборчики Бесконечные Еще Домички Часть домиков Мы прорисуем Часть Оставим Оставим Приблизительными Очень удобно Сейчас В этой Каше Синего Делать Какие Либо Пометки Пометки Поскольку В цвете Мы Никак Сейчас Не изощряемся Мы Не можем Пострадать Рисунок Не может Пострадать Чуть Что Белилами Или Отрезаниями Вырезаниями Отсекаем Отсекаем То что Требует Уточнение Высветляем Утемняем Вот Посмотрите Раз И крыши Раз И крыши И даже Очень Светлые Крыши Какие Удобства Светлые 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 Выцарапывание холста дает настроение тепленького цвета, потому что сам холст несколько теплый, поэтому появляется эффект света. Чуть-чуть можно подрезать из краев, уточняя, чуть-чуть уточняя архитектуру. Продолжение следует... Обратите внимание, что я не вот так провожу, не вот так, не перпендикулярно, а именно лезвием мастихина, лезвием. Делая иногда широкий захват, крыши, вот они, вот по такой схеме. Не жесткой царапкой, а мягкой царапкой. Вот жесткая царапка, вот она жесткая, вот она мягкая. Я делаю мягкой царапкой. Так, немножечко добавим растения, где они пострадали в ходе создания крыш. Так, колосатость эту накидаем. То есть я подобрал сейчас некие общие пятнышки, то есть не сильно вырисовываясь. Единственное, что контур постарался сделать максимально точным. Опять же, вы можете контур сделать дома. То есть у пленера, собственно, самое главное взять его цвет. Поэтому синий каркас, он никогда не помешает вашему дальнейшей работе на натуре. Если там сложный рисунок, сделайте этот синий каркасик с вот такими уточнениями. Вот, он вам будет в помощь. Вот с такими уточнениями. Вот с такими. Так, хорошо. Конечно, рука чешется зеленый поскорее кинуть. Но, увы, не зеленый в продолжении, а красный. Розовый, красный. Земелька имеет... Она всюду чуть-чуть просвечивается. Весна еще чуть-чуть где-то просвечивается. Вот она, красниночка земельки. Мало того, краснота к синему более подходящая, чем зеленый. Зеленый уже все-таки антипод. Внятный антипод. И мы пока еще подержимся в пределах синего и сиреневого. Деревца чуть-чуть краснят, освещенные солнцем. Деревца, освещенные солнцем, чуть-чуть пока краснят. Все это на фоне синьки, которая создает эффект воздуха. То есть не зеленый мы сейчас внедряем. Хотя рука чешется, там много зеленого. Это нераспустившиеся листва. Почечки краснят, сами стволы краснят. Все освещены солнцем, поэтому краснят. Какие-то детали рисунка откровенно краснят. Сейчас я к красному добавил коричневизну в том числе. С синюшкой так подмешивается и получается фиолетовизна. Там фиолетовид темнит забор. Какая-то трава краснит. Откровенно краснит. Заслоняю забор. Деревца заслоняют забор. Поросль. Чуть краснит. И сами облака, которые к линии горизонта выстраиваются в линейку. Несколько разовят на солнце. Вы видите, как бы немножко нервная укладка краски. Не потому, что рука волнуется. Я ее сознательно как бы поддрыгиваю ею. Как бы создаю этот эффект нервного. Вот они облачки. Их в этот день было много. В одни моменты это были облака туманного характера. В другой момент это были рваные, вот такие рваные проявления этих облаков. Вот такие проявления. Обратите внимание, как кисть по отношению к холсту лежит. Лежит и немножечко нервничает. Как бы такое волнительное импрессионистическое звучание укладки. Передние к нам облака крупные. Мельче, 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 мельче и выстраиваются в длинную линейку. В цепочечку. Итак, розовый, розовый мотив. Опять же, вы все это можете с натуры подсмотреть. А можете сделать некоторую заготовку, в том числе и конфигурации облаков. А потом просто подсмотреть их цвет. Когда придете на пленэрчик, просто подсмотрите их цвет. А пока вот сделаете красивую конфигурацию облаков. Если у вас на фотоматериале, с которым вы работаете, характер облаков был виден, то вы можете смело так поступить. Я сейчас к розовому добавлю бирюзовый. И будет как бы теневой цвет. Цвет теневых мест на облаках. На облаках. На облаках. Так, охрочку тоже впишем. Легкую охриночку. Легкую даже зелениночку. И вот появились освещенные проявления облаков и теневые. Теневые. И по макушечкам, по окружности нимбам сияет белизна и розовизна. Вы видите, нимбиком прямо. Нимбиком, нимбиком. Конечно, в этом есть некоторое преувеличение в цвете. То есть, мы видели только намек на розовый, а добавили в большей степени розовый. Но это уже живописные трюки. Тем более, что периодически мы и такое можем встретить у природы. Не всегда она тухловато в цвете. Иногда она очень нарядна. И мы пользуемся нашими наработками, насмотренностями, когда небо было нарядным, чтобы сделать нарядным его и у нас. Так, ну и теперь зеленый. А, может быть еще тропинка. Там тропинки нет. Ну, нам же без тропинки. Ну, что это? Это ж не жизнь. А каторга какая-то. Тропиночка. Могла же быть здесь. Вот мы там идем по траве. Кто-то тоже мог идти и натоптать целую тропиночку. Вот она тропиночка. Змейка, уползающая вдаль, создает эффект уходящего вдаль пространства. То есть, тропинка это неровное что-то. И даже если вы пришли на природку и встретили ровную тропинку, сделайте ее уползающей змейкой. Лежачим мазком укладываем ее, потому что она выражает лежачей плоскости. На лежачей плоскости торчачие предметы и становится многое понятно. Возьмем теперь бирюзовенький с желтеньким. И уже с нарядностью. Смотрите, прозрачненько кладу. Кисть держу так лежачей и растопыренно, что она укладывает очень прозрачный слой. То есть, все, что мы клали до сих пор, тоже виднеется. И появляется вот эта прозрачность импрессионизма и прозрачность весны как таковой. Вот она, вот она. Вы видите, несколько раз мы будем перебивать одно другим. Вот вертикальный характер поросли уже перебиты зеленью. И это нормально. Зелень была настолько яркой, что вот... Но эта яркость зелени будет видна именно на сине-розовой подкладке. Не сама по себе она прозвучит, как такая нарядная. Лежачей кистью, лежачей к холсту, кистью набираем. Надо сказать, что я сейчас больше не добавляю разбавителя. То есть, краску кладу сухо, поэтому она вот так творожисто прозрачно укладывается. То есть, если вы будете смачивать, то прозрачности уже не добьетесь. Лежачий характер плоскости выразили. Лежачий характер. На некоторое время тропинка исчезает из виду, потому что идея травы, ковра травы преобладает. Но потом она снова появится. На переднем плане травинки можно вот такими подчеркиваниями. И обязательно идею холмистости. Маленькие холмики заслоняют один другого, заслоняют, заслоняют, заслоняют. Поэтому некоторый полосатый характер выявляем. То есть сначала кладу вдоль полосу светлого, потом снабжаю эту полосу вертикалями. Кладу и снабжаю чуть-чуть, сбиваю горизонтально вертикали. Появляется идея горизонтали, горизонтали, горизонтали. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и наконец, растительности деревцам тоже подбросим. Зеленцу. Сверху на этот синевато-розовый. Вы видите, чисто весеннее настроение. Зелень на розовом. Яркая, нарядная зелень на розовом. Обычно в пейзажах, особенно таких панорамных, художник делает некоторый отбор. Не все подряд срисовывает, поэтому на фотографии обычно много всего. А на картине обычно только самое интересное выражено, выписано, обозначено. Поэтому не все подряд срисовываем, а создаем. Создаем отбор. Выгодно, невыгодно, выгодно, невыгодно. Создаем отбор. Выгодно, в смысле, изобразить тот или иной предмет или невыгодно. Чуть-чуть снова восстановим нашу змейку. Вы видите, как мало уже синего осталось. Разберется. С охрочкой, с розовиночкой набираю густо разбил вот этих освещенных мест архитектуры. С густотой на светах легче работать. То есть стоит прямо вот такую густоту нашвырять. Внятно разделить на свет тень. А уже потом внутри густоты долепить изображение. Смотрите, прямо трафаретное звучание света и тени. Густотой на свет. Поскольку мы там краску выбрели, то она не лезет своим цветом в то, что мы укладываем сейчас. И это хороший ход. Здесь сейчас подбреем тоже чуть-чуть. Палец-помощник. Палец-помощник. Палец-пDelta. Продолжение следует... Некоторые взбрызги света, такие буквально брызги, на домиках, обращенных к свету. Их тут немного, они в основном в профиль к нему выстроились, но немножко вот этих белесых есть. Теперь уже внутри этой густоты создадим идею рисунка. Продолжение следует... То есть принципиальная разница между светом и тенью есть, что очень важно. И уже в рамках теневой тенисто, в рамках световой там есть какие-то утемнения небольшие, но все равно это уже в рамках световой. То есть принципиальную разницу света и тени желательно выразить... То есть ничто в тени не должно спорить со светом на свету. Так... 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 Рефлексы света, вот этих освещенных плоскостей, попадают на теневые места. При этом сохраняется тенистое проявление, но при этом в нем появляется и теплота, и даже некоторая прозрачность, немножко как облака, они становятся прозрачными. То есть синька там есть, то есть рефлексы неба на теневую сохраняются, но появляются и вот эти теплости, розовости, охристости в теневой архитектуре. И она становится немножко как бы прозрачной. Вот мы когда портреты пишем, часто делаем эффект ягодки на свет. Здесь тоже мы используем эту хитрость. Делаем архитектуру как бы прозрачной, она почти равна тональности окружающей среды. То есть с помощью вот этих розовых и охристых проявлений появляется прозрачность. Причем проявления эти тонально почти равны небу. И тогда появляется особое звучание прозрачности. То есть на фоточке у нас нет такого теплого цвета. Но я когда был там, я помню, что были они теплыми. И я их наполняю той теплотой. Но эта теплота входит в цвет тени. Вот что очень важно. Входит в цвет тени. Вйдет. Освещённая часть смуглой крыши смугла, но чуть с теплотой. Так, ну что, продолжим. Множество всяких архитектурных элементов, крыш каких-то, пристроечки какие-то. На палитре, если покажет камера, посмотрите, есть всё для полутонов. То есть, маленькие какие-то замесики, розовенькие, голубоваденькие, охренние, зеленоватые, синенькие. Постарайтесь, чтобы замесы на вашей палитре соответствовали примерно такому положению вещей. То есть, гигантских замесов, чтобы почём зря не было. Многие из вас грешат этой проблемой. Поскольку освещенные части, даже сереньких домиков, теплы, то мы кладём с некоторой теплятинкой грязноватые цветики. Крыша может иметь зеленоватый мотив. Теплый, оранжеватый, металлические, какие-то металлические проявления на крышах могут блестеть. На таком ярком солнце, по отношению к солнцу, находясь вот так, могут вот так блестеть. В солнечный день обычно так. И вы можете вот эти вот блестелки там-сям поподсовывать. Это выразит идею солнечности дня. Розово-зелёные проявления выгодно звучат. То есть, то чуть розовит, то чуть зеленит в рамках одного пятна. То есть, уже не синий задействовали, а зелёный с розовым. Чтобы синька сохранила своё звучание, как феномен воздуха, как проявление солнечности дня и синисти теней. Мы синий оставляем для теневых мотивов. А вот эти просто тёмные места начинаем подпачкивать зелёно-коричневыми, зелёно-розовыми. А синька всё равно чуть-чуть там вылазит и создаёт вот эту атмосферу воздуха. Обратите ещё раз внимание. На то, что я практически сейчас изображаю пятновое состояние архитектуры. Не очень увлекаюсь вырисовыванием в полную меру. Пятнышки, пятнышки, пятнышки. 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 Полосатость мазка выявляет конфигурацию крыши. Пятнышки. 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 Вы видите, я сейчас заслоняю всё, что понарисовал зелени. и не переживаю от этого. Вы вспомните, как легко можно это вернуть шлепками этой самой широкой кисти. Накопошить, накопошить содержание. Продолжение следует... Итак, вы здесь можете воспользоваться розовостями и зелёностями. Вместо синего тёмность розовому даст зелёный и прохладность даст зелёный. И это обогатит содержанием. Синюшка всё равно там чуть-чуть помидивает. А зелёнушка перебивает... Зелёнушка с красным перебивает это помидивание. Зелень с красным, зелень... Ну, бирюзовый. В данном случае мы пользуемся бирюзовым. Бирюзовый с коричневым. В данном случае бирюзовый с коричневым. Чуть в разбеле. Розовый с бирюзовым даст очень тёмный цвет. И достаточно холодный. То есть с эффектом... С эффектом удалённости предмета. С холодцой удалённости. Ну и синька тоже чуть-чуть может подыгрывать, чтобы создать идею толщины воздуха. Идея толщины воздуха это идея сизости воздуха. Разбеленности воздуха. Седости цвета. Несколько полосатый характер у этого всего. Одно заслоняет другое. Другое заслоняет третье. Третье заслоняет четвёртое. Все вместе создают эффект удаления всё это грязными цветиками. Грязцой цвета. Вот, скажем, в этом месте вы видите забор заслонил дом. Дом заслонил дерево. Дерево дом. Дом архитектуру монастыря. Чем больше будет различимых заслонённостей, тем больше будет эффект пространства удалённости. Кисть я постоянно вытираю в тряпку перед тем, как что-либо новое взять на холст. В данном случае в пленарной живописи можно задействовать и фиолетовые краски. Может я потом фиолетовым пройдусь по некоторым. которым сейчас я его достану. Какой-нибудь фиолетовый. Вот, например, фиолетовый, светлый, гамовский. Ну, фирмы гам. Подавливается сейчас. То есть в пленаре можно чистые цветики задействовать уже как финишное проявление укладки. То есть подцветнить где-то чистыми цветиками. И зелёный можно какой-нибудь нарядный задействовать. От каждого предмета падает тень. Поэтому, если мы рисуем трубы на домах, то обязательно вместе с падающей тенью туда-туда. Свет оттуда, тень туда. Даже если там нет трубы, можно подсунуть, потому что архитектура выгодно смотрится с трубами. Плюс свет-тень на трубе тоже выгодная штука. Рассказывает о содержании света. беда. Беда. Особенно любят световые такие подрезочки, но это не белый, посмотрите, это просто еще светлее. Они любят края, во-первых, там какие-то конструктивные торчалки, которые загораются светом, во-вторых, эти торчалки обращены под другим углом, и как правило, находясь под другим углом, они как раз и отражают свет. То есть мы как эффект зеркальца имеем. Спасибо. 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 Синюшечка всюду чуть-чуть снизу помигивает. Спасибо. Вы видите, я несколько натемнил книзу. А теперь полосатость, то есть там внизу чуть смуглее теневая. Теневая. Спасибо. 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 Рельеф местности немножко обозначим. Вы видите, наблюдайте и характер укладки краски. То есть я не делаю вот так, не делаю. Смотрите, я в данном случае делаю бороздя. И вот легкий уклон уклон показал. Так. Спасибо. 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 Что-то, что на местности мелко можно чуть-чуть сделать крупней и обобщить кусок. Не обязательно во всех подробностях изображать. Потому что центр композиции, центр внимания будет здесь. Углу не к чему быть таким светлым. Немножечко его притемним. Как будто здесь маленький овражек. То есть притемненность углов собирает картину как некая рамочка. Так. 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 С управлением укладки показываем ландшафт, его уклоны. Проп Sóси. Так. А. Вы видите, кисть лежит, к холсту лежит и дает очень хороший, прозрачный, несколько творожистый мазочек. Сейчас мы позаслоняем архитектурку деревцами и появится еще большая прозрачность. Лежачая кисть к холсту и вот такое подбитие. Поехали. 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 Вы видите, сочетание мутности стволов и мутности, растительности и прочерченности архитектуры дает некоторый контраст между изображаемыми предметами. Сочетание мутного и контрастного всегда красиво. И в данном случае мы здесь это еще и выявляем. Акцентируем внимание на этом. Розовато-фиолетоватые стволики у зелени. У этих порослей. Вы видите, нарочито рядочками выстраиваю, чтобы показать, как бугорки местности заслоняют друг друга. Кладу и там, где их нет, чтобы выявить этот бугристый характер ухода. Чуть-чуть для настроения добавлю стволиков деревьям. Возьму бирюзовый и розовый. Вместе они будут холодновато звучать. Вот, кстати, можно посмотреть сейчас на палитре. Вот бирюзовый с розовым, а вот ультрамарин. По холодности они похожи. Но при этом это не синька, которая у нас и так присутствует немало. Вытягиватель, но заостряю кисть, беру на кисть малую меру вещества. Заостряю, беру малую меру. И этой малой мерой начинаю вытягивать, вытягивать. Ставя кисть часто ребром, чтобы тоненькие выявить. Вот это надо потренировать, потренировать. Потому что он очень пригождающийся способ укладки. Потренировать дома. Прежде чем создать условия на холсте, чтобы потренировать именно этот звук. Но не на сухом холсте, а именно на таком же содержательном. То есть, напачкать краски и поучить. Ну, какой-нибудь краски напачкать и повытягивать. Поучиться вытягивать вот эти деревца. Вот они. Вот они. Вот такие. Появление деревьев, вы видите, усиливает эффект прозрачности весны. То есть, тоже как элемент жесткого рисунка, жесткого, геометрически. Создают эффект прозрачного. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не обязательно. Главное, чтобы их характер соответствовал тому, что на картинке. Мы еще, может быть, вернемся к деревьям. Вы видите, что они создали... А, мы еще немножко нашвыряем веточек. Вот этих на переднем плане. Они розовят. Розовят и от солнца, и по собственному... По собственной природе. Вот так вот. Надо научиться, научить руку легко набрасывать подобные проявления, для того, чтобы потом не мучиться. А это очень простая задача. Ее надо просто освоить. У меня очень много из вас. Многие из вас освоили ее. Причем иногда приходит человек на урок, и видно, что он вытренировал эту задачу. И правильно, конечно, сделал. Я даже иногда спрашиваю, и как долго. Он говорит, что несколько дней. Потренировал ее. И уже видно, да, действительно, получается вполне. Чуть на разных уровнях они. И это покажем. Покажем. Тоже они создают, вы видите, создают прозрачность всему. И как бы содержательность. Вроде как мы прямо столько утруждались. Причем в свежую краску это очень вкусно входит. Старайтесь это успеть сделать, пока краска свежая. Потому что по сухому укладывать подобные веточки очень тяжело. И деревца будет тяжеловато. А по сырой краске, создавая борозду, борозду, все очень быстро и легко складывается. Вот, естественно, от каждой веточки чуть-чуть падает тень, которая и приземляет эти веточки. И вы видите, я сейчас уже в горизонтальном направлении создаю идею упавшей от них тени. Тоже с такой чиркательной затеей. Чиркательной затеей намек на упавшие тени от них, которые их приземляют. И, насколько я помню, вот эта вся мелкая поросль, это березочки. И здесь они совсем еще юные, поэтому не видны как стволы. Но, поскольку березка дело красивое, в русском мотиве особенно, мы создадим идейку березочки с ее мелкими юными листьями. Вот такая будет красотка стоять здесь. Уже с беленьким стволиком. Пока она поросль, она не беленькая. А потом становится с беленьким стволиком. И вот пусть она здесь с маленьким уклончиком торчит. Может быть, схитрим и сделаем. Там их тоже нет, но мы же можем себе. То есть, это через пару лет после дня написания, когда эта поросль чуть-чуть подрастет. Вы видите, как выгодно сели они. То есть, вот здесь ближе, вот я же, когда здесь шел, вот эти две фигурки, это я. Я и мой приятель. Мы когда шли, они были, только они где-то здесь, ближе, вот эти вот более крупные. А там такое лысоватенькое место. Ну, они же были? Были. Значит, имеем право полное. Вот. Ну и березки это плюс черниночки. Плюс тенечка, плюс легенькие черниночки. Для черниночек я беру розовый с зеленым. Видите, и тенечка от нее упала. И прям такой поэтичный кусочек. Чуть-чуть черниночек низом. Вот так вот. Так, отдохнем. Ну вот я сейчас вот заметил, что я тут ошибочку невыгодную совершил. Мы здесь сделаем тень от этих растений, а саму березочку чуть подвинем на шажочек. Чтоб она тоже заслонила вот эти веточки. Вот эти веточки, чтоб она их заслонила. И тень от нее будет на другом уровне. И тогда появится еще более выгодная ситуация. То есть совсем не обязательно, чтобы она была на уровне с этой компанией. Какие-то там травки. Вот она уже заслонила. Они заслонили. И так далее. Эффект заслоненностей выгоден. Какие-то там построечки маленькие. На крышах этих построечек. Даже не построеки, а сыроюги какие-то. Вообще не пойми, что. Ну, они дополнят. Обогатят, дополнят. По заборчику чуть-чуть движется свет. Лежит на верхней кромке забора. Светечек. Тоже выявляет идею света и тени. Чуть забор пошел туда, вдаль. Во всем случае, там это не видно, но это же выгодно. Значит, сделаем. Чуть акцентнее краешек. Акцентнее краешки. Тоже какие-то архитектурные там. Дополнения какие-то. Еще крыши. Еще заслоненности. И всюду помигивает синька в этих теневых. Чуть везде помигивает, создавая, как бы залегла тень. Всюду залегла тень. Итак, главный эффект, которого мы добиваемся. Побольше, чтобы заслонила друг друга. Потому что заслоняя, создают эффект пространства. Я думаю, что вы замечали, что дети, когда рисуют, они наоборот, расставляют все на плоскости формата. Расставляют предметы незаслонительно. И мы говорим, надо же детский рисунок. Во многом он детский именно по этой причине. То есть, если вы хотите нарисовать детский рисунок, расставьте предметы по холсту. И будет настроение детского рисунка. Кроны деревьев выстраиваются. Выстраивают свою зелень по вот такой траектории. По вот такой зонтичной траектории. Обратите внимание, когда будете теперь смотреть на кроны, что именно зонтичный характер укладки. То есть, не хаос, а именно зонтичный характер. Даже на уроках, когда мы работаем с людьми, вот и проговоришь, и покажешь зонтичный характер. Нет, не соглашаются. В том смысле, что, когда начинают изображать, почему-то не получается зонтичность. То есть, все-таки освоить идею, осмыслить идею зонтичного. Зонтичного. Очередной какой-то заборчик. Очередной какой-то заборчик. Есть там немножко и цветущих деревьев. Сейчас мы их с розовизной, с сиреневизной чуть-чуть подбросим. Цветущие деревья. Вот они. Они там немножечко зеленят, эта белизна. Но нам это не выгодно. Нам выгодно, чтобы она на фоне зелени прочиталась. Для этого мы у нас так там всюду зеленый. Для этого мы берем розоватости, фиолетоватости, которые будут более читабельны. более читабельны на зеленом фоне. Кисть стараемся так взять, чтобы она красивый следочек оставляла. Вы видите, у меня сейчас не удался красивый следочек. Так что старайтесь подобрать, чтобы следочек был красивым. может быть даже легенькие стволики вот этому малышу. зонтичный характер. Тихо. Продолжение следует... Продолжение следует... Чуть с различимыми и по размеру. Вот такой прозрачный характер укладочек. Продолжение следует... Пустяка, видите, на этом кусочке картины, вдруг появляется такое очень полюбленное место. Продолжение следует... Обратите внимание, я не очень следую стволам. То есть, мне нужно композицию этих листиков раскидать, невзирая на стволы. В крайнем случае, к ним пририсовать веточки. В крайнем случае, к ним пририсуем намеки на веточки. Продолжение следует... Помните, вначале я взял это с розовинкой, а теперь уже чистым белым, уже более чатко поддал. Немножко затаптываем синечку, где ее слишком много. Чуть позатаптываем. Но она и так просвечивается. По чуть-чуть просвечивается. На заборчике свет. Его там не видно. Но мы же знаем, что он там есть. А толщина у забора знаем, что есть. Поэтому кладем с чистой совестью. Ну и, наконец, снова можно вернуться к архитектуре храмов. Так, сейчас и сейчас еще немножечко. Пусть здесь тоже кто-то цветет. И заслоняет стволы. Вязкая краска. За счет того, что мы не разжижаем больше вещество краски. Она ложится в вязку. Чуть почечки желтят в этой поросли. Так, хорошо. Честно говоря, вот очень похоже сейчас на то состояние, с которым я вчера столкнулся в Переславле. Все-таки память позволяет воскресить такие вещи при наличии фотографии. При наличии фотографии. Пару оконец. Чуть-чуть там обозначим. Чуть заслоним обозначенное. Свет на крыше. Вот там никакого цвета. Вот этого никакого цвета мы добиваемся. Чуть раз белым голубого, чуть раз белым розового. Оба вместе дали цвет никакой. Чуть-чуть выстраиваем геометрику. Тоже сейчас беру грязноватый цвет ультрамарина с теми цветиками вместе, которые у меня сейчас на палитре сложились. Просто подмешиваю к чистому ультрамарину, разбеганному ультрамарину, подмешиваю к грязцу зеленых и прочих. Субтитры сделал DimaTorzok. Разбил бирюзы и розового, даст вот этот серебристый цвет куполов. Звучит музыка. 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 Смотрите, после акцента здесь есть некая туманность, рассеянность и снова акцент, но уже наверху. То есть начинаем акцентное рисование. Маковочки, как правило, вызывают серьезные проблемы у новичка, то есть их форма луковичная, поэтому будьте готовы, что будет больно. Но в конце концов дома потом деликатненько, если вы уже на примере, дома потом деликатненько пообрисуете, поуточните. Смотрите. Смотрите. Обратите сейчас внимание на то, что маковочки, самые темные места, я делаю не по краям, а вот здесь. Вот здесь, в серединочке. И от этого они круглятся. Я думаю, что вы это можете увидеть, разглядеть. Вы, наверное, помните, что я часто произношу такую фразу, как «свет из-под теневой». Здесь это в таких местах. И если мы покажем идею света из-под теневой, то эффект пространства в этом месте будет очень выразительным. То есть потом с небом разберемся, но нам нужен свет из-под теневой. Появляется как некая марева сейчас вокруг храма с теневой стороны. И если вы хотите, то есть это в теневой стороны. Академия. И если вы хотите, то есть это в теневой стороны. Продолжение следует... А заодно обрисовываем, внятно обрисовываем силуэт. К голубому подмешивается легкая желтота света. И солнечный... Солнечность звучания выявляется еще... Из-под теневой свет. Особенно он ярок, этот свет из-под теневой. Вернее, вот этот свет, особенно ярко показываем из-под теневой. А уже здесь мы его просто растаптываем в голубой. И появляется эффект заслонения одного другим. То есть архитектурой заслонения неба, облаков. Ну, а те облака, которые сейчас пострадали, сейчас вернем их розовый цвет. Но у нас появилась легкая желтота. Парит свет с его оранжеватостью. Ну, в данном случае мы именно желтоту загоняем, потому что нам нужна идея розовых облаков и желтоватого света. Я не буду во всех подробностях сейчас останавливаться. То есть я дорисую ее уже самостоятельно, чтобы вас не утомлять длинным видео. Но и к тому же длинное видео имеет проблемы с публикацией. Поэтому я основные вехи сейчас вам попокажу, а в мелочах уже допишу самостоятельно. Вот, например, здесь с этой стороны башенки чуть-чуть освещенная часть башни различима. И это, смотрите, сразу дало красивую тональность теневой относительно света. Вот, тоже здесь немножко подсунем на фоне тени зелень. Вот на таких элементиках вы уже поймете, как действовать с архитектурой. Вот, например, прямо в кашу этой краски, которую мы накидали густо архитектурные нюансики, забрасываем. Смотрите, какой звонкий мазок я поставил на уголочек. Это выгодный ход. Всякие уголочки любят акцентную подрезку. Так же, как вот здесь, например, тоже. Не вдоль всего, а особенно у границы... У границы с тёмным куполом. Итак, главная затея в архитектуре это, чтобы она стала прозрачной. Смотрите, тональность теневых равна тональности неба. Единственное, что она чуть-чуть другая в цвете. Она чуть-чуть другая в цвете. И с акцентами рисуночка. Свет дан очень густой краской. Преувеличенно густой. И еще, конечно, хорошо бы показать вам, как должны выглядеть кресты. Значит, здесь такие махонькие маковочки. Махонькие предшествуют кресту. Махонькие вот такие. А сами кресты, они, конечно, жёлтые. Но они в контражуре к свету. То есть, их освещает только с этой стороны свет. Поэтому их цвет охристый, грязновато охристый. Разбеленный, грязновато охристый цвете. А грязь мы берем вот в этих замесах, которые у нас остались от вырисовывания. А архитектуры внизу. Архитектуры и всего, что там внизу. Вот они, кресты. Со всяким мерцанием. То есть, их не надо рисовать как четкую геометрию. Их надо нарисовать как мерцательное, нечто мерцательное. Они плавятся там в своей среде. В среде неба они плавятся. И на них разбел жёлтого в качестве блеска. Поэтому чуть-чуть в некоторых местах, с левой стороны креста, ставим блестящие проявления. Разбелом жёлтого. Так, вот такое содержание. Помните, акцентное должно быть решение. Архитектуры. Вот ещё раз посмотрите, что такое акцентное. Это вот так. Вот так. Вот так. Не вдоль всего однородная тёмная линия. А вот такими ударчиками. И свет на маковочках тоже обязательно. Предъявим. Свет оранжевит, розовит. Поэтому немножко грязноватый цвет разбело-розового. Кладём сюда на освещённые бочочечки. На освещённые бочечки. И чуть-чуть адаптируем в среду. Ещё какие-то там конструктивные линии в архитектуре. Вот этот край, допустим. Он темнее обязательно, чем внутренняя часть. То есть, перегиб света и тени всегда темнее. Поэтому здесь темнее, а здесь светлее. Чуть-чуть темнее, опять же, край. А внутри он как будто прозрачный, как будто он из стекла. Это выгодные ходики. Так, здесь у нас густой свет. Опять же уголочек. Чуть-чуть смуглее. Под крышей лёгенькая оттенённость. Не вдоль всей линии делаем одинаково жёсткий тёмный край. А в одном месте усилили. В других остался немножко как бы расплывчатый. Тогда это будет красивое акцентное рисование. Там не видно свет, вот как здесь на крае был виден. Той части. Но мы чуть-чуть его обозначим. Как бы клубление света над светлой плоскостью чуть-чуть обозначим. И уже различима квадратность. Не плоский характер, а квадратно-видный, кубовидный характер. Различим. Тоже видите, акцентно прозвучали тёмности. Чуть-чуть свет упал на бочочек. Чуть-чуть светлой плоскостью чуть-чуть. Опять вот очень выгоден свет из-под теневой. Густая краска. Светлые партии любят густую краску. Вертикальность строения показываем. Мазком по высоте. Какие-то бойнички. Опять свет из-под теневой. Несмотря на то, что здание заслонено зеленью, а потом уже и зелень. Но свет из-под теневой создаёт эффект пространства. Повредить холст в таком виде практически не может, когда мы облокачиваем. Видите, как хорошо вырисовывалось. Можно потом сдвинуть холст. Вот так поставить в этом месте. Я протёр места касания к холсту. И уже продолжить вырисовывание здесь. Но это я вам уже не буду показывать, чтобы фильм не был слишком длинным. Единственное, что я вам покажу, что мы здесь с вами это небо, которое мы потрогали с жёлтым чуть-чуть. Вы видите, Марьевом смотрится вокруг храма, как свечение некое. Это очень уместно для такого случая. Так. На крыше свечек. Стволики возвращаем. А облачка, которые пострадали от нашей укладки света из-под теневой, возвращаем густой красочкой. Если там у нас не густая, и она там потопла в голубизне чуть-чуть, то тут плюс густая краска, плюс непотопшись. И появляется, восстанавливается идея вот этих уходящих в перспективу тоненьких этажей. Мельче, 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 мельче этажиков облаков, которые создают идею удалённости, удаляющейся. Вот, вы увидите уже теперь только конечный продукт для того, чтобы вам ориентироваться на него, когда вы выйдете на пленэрчик. Итак, вы видите, что если вы там были, то вы можете по воспоминанию на следующий день продолжить уже писать как бы дома, да, сделав фотографию. Что само по себе, конечно, упрощает очень сильно работу. Кроме того, вы можете синий каркас дать с точным рисунком, чтобы потом не мучиться, потому что у вас же будут проблемы с рисунком. Дать этот синий каркас и потом выйти как бы раскрасить. Но раскрасить, видя всю красоту цвета, все нюансы цвета, идя по той формуле, которую я вам предложил. Вы можете дома, ещё прежде чем вы выйдете на пленэр, сделать красивые облака. Если вы там встретите другие облака, на следующий день вы приезжаете, видите там другие облака, ну перестройте их на другие. Пока краска свежая, это всё реально. Краска не сохнет несколько дней, поэтому вы сможете их перестроить. Ну, а если вам удалось сделать красивое содержание облаков, то и не надо ничего перестраивать, только дополните, может быть. Я думаю, что я всё вам рассказал. Место, где это находится, я вам рассказал. Приезжайте и пишите. Ну вот, я закончил работу. И вы можете посмотреть, в какую меру выписаны детали. Ещё раз напоминаю, что густо набираем световые, в меньшей степени густоты теневые. Ещё обратите внимание, что планы все расставлены, есть, есть, есть вот этот уход. Он очень различим, и вы тоже научитесь делать эти ступени ухода. Немножко я усилил яркость верхушек облаков. Просто добавил ещё белизны. Ну и уточнил, уточнил, уточнил. Свет из-под теневой выражен, свет из-под теневой выражен. Обратите внимание, что тёмные точечки в дальних позициях, кроме вот этих, практически бледны и еле различимы. Тональность задника, контрастность задника очень сильно уступает контрастности передника. И, в общем-то, контрасты на переднем плане, хотя здесь всё так размыто, но, видите, вот эти основные контрасты произошли. Они вытягивают это сюда, контраст белого вытягивает сюда. А контраст задника очень ограничен. Даже эти куполочки тёмные, они немножко в мареве, они немножко растворяются в пространстве. Это сделано именно для того, чтобы приблизить. Обратите внимание, даже перед маленькой берёзочкой свет из-под теневой. Вот он выхвачен. Вот он выхвачен. Что даёт в пространстве предмет. То есть, нарочитая выраженность для того, чтобы приблизить. Я немножко прибавил идею травы. Вот так же кистью прошёлся, плашмя кистью, растопыренной кистью прошёлся, чуть-чуть дал на переднем плане вертикали травы. А, ещё я изменил направление неба. Всё-таки, когда я облака набрал, общее настроение ухода было вот это. А вначале, вы помните, я набрал по вот этой траектории. То есть, траектория ухода теперь вот такая. Траектория ухода. И вы видите, некоторый наклон облаков, вот такой, который создаёт эффект погоды, ветерка. Вот эти вещи. Не знаю, может, я ещё какие-то вещи не провёл. А, синечка на дальнике. Там всякие домики, шмомики. Но я их не стал особенно обращать на них внимание. Оставил такую синеву. Ну и синева, вы видите, везде чуть-чуть помигивает, помигивает. Вот это весеннее состояние. Вот эти тени голубые, они все здесь уместны. Может быть, можно было бы чуть-чуть их ещё приубрать. Но, в принципе, в этом состоянии хорошо. Во всяком случае, вот это то, что я вчера ощущал на природе. Вот память вчерашнего дня и фотоматериал сделанный, дали возможность практически пленерную работу сделать. Возможно, когда я вынесу её уже непосредственно на природу, я, может, там добавлю каких-то элементов, а какие-то элементы исправлю. Но это уже будет с натуры. Я уже буду видеть, что конкретно доделать. Мог бы костерок какой-нибудь, дымочечек запустить, дымочечек какой-нибудь нежненький запустить. Это можно сделать и по-сухому, потом удобненько. Особенно где-то подсмотрю, может быть, дымочек, так и подсуну. На натурке. Итак, мы с вами практически сработали в натурном плане, помня вчерашний день, вчерашнее состояние природы. Рекомендую вам подобные действия. И приезжайте в Переславль на наши пленеры.